всем привет дорогие друзья с вами рубан и сегодня я хочу поговорить о такой машинке как ополу интенза хочу заранее поблагодарить парней спор пда родранера за сделанную работу вот вы видите схема уже готова прокатчик проданной калькулятор даст рассказывал я в одном из тримах на английском рассказал для язычного контингента в данном случае давайте не будем терять на это время на сам калькулятор и перейдем к самой машинке и так даст на нету теорию придется мне тоже делать поэтому обычно я делал практическую часть и он теоретическую но теория на этот раз тоже на мне к сожалению так смотрим на машинку в первую очередь коэффициенты маг скорости лучшие коэффициенты как видите меня интересует именно с набором тюнинга без набора тюнинга мы обычно не катаем поэтому но по крайней мере я не катаю большинство игроков тоже в сетке в 1600 плюс не катает поэтому с набором тюнинга смотрим и лучшие коэффициенты у маг скорости то есть качаем в первую очередь маг скорость до конца после качаем трансмиссию и шины я тут вот смотрите посмотрел 0500 4050 вот такая вот прокачка скорость у нас 480 но я не знаю если человек решит купить последние и и а возможно и предпоследнее я не могу вот этого утверждать то предпоследнее можно будет пройти то возможно получит такую прокачку 480 но как по мне не супер актуально поскольку ауди все-таки быстрее ускоряется и сильно я думаю будет усложнять жизнь ополу или бэтмобилю как уже назвали некоторые игроки мне принципе на название нравится бэтмобиль и так следующая прокачка вот более классическая 0500 5050 в данном случае ранг 1555 тут может быть погрешность плюс минус 1 2 поэтому извиняйте заранее если что у вас там не совпадет с цифрками ранга скорость 486 тоже уже получше в принципе но это похоже больше на вулкан если не ошибаюсь вулкан в этом раннем чуть выше 90 едет но все равно ауди ему может сильно конкуренцию составить поэтому решение ваше что потом качать вот качнули классику 0500 5050 и что дальше для обычных игроков я вообще изначально советую сразу качать еще и нитро то есть если вы не уверены своих руках то есть или что вот последний и вы не пройдете или нет заранее скажу вот что последние и это венеция ну по крайней мере я видел скриншот с венеции время 1090 95 если не ошибаюсь ну 0xx то есть 1 0 9 надо из 1 0 9 выходить друзья мои что это означает это означает машинка приблизительно со скоростью 485 километров в час плюс в основном для вот такие более рукастых игроков может быть даже чуть меньше и больше в общем я думаю вот про игроки даже с 480 но летится уж точно пройдут 050050050 но остальным простым игрокам к сожалению такой вариант прохождения не подойдет потому что венеция достаточно сложная трасса и тут очень много решают руки поэтому придется качать нитро и тут возникает вопрос как же грамотно прокачать чтобы максимально не испортить машинку и одновременно получить хороший результат что мы делаем для этого качаем нитро первый второй третий в общем уровне видите вот скорость поднимается не сильно но но к сожалению если вы игрок слабый то придется нитро качать до конца то есть 0505 5050 как минимум и тут возникает другой вопрос улучшалки почему переходим сюда и смотрим как качается машинка смотрите внимательно как мы видим есть у нас чисто жетонные левлы их 8 в общей сложности это от 2 до 3 уровня 4 до 5 уровня вот это макс скорости нитро очень важно и ускорение и управление как видите до троечки можно качать последние два уровня классная до торг качать три вот последние два уровня поэтому это не столь критично главное достать четыре улучшала которую сама рда нам дает то есть над уровне 3 у нас улучшалка на на тесте 3 извиняюсь на тесте 9 тоже улучшение т-19 и т-27 тест 9-19 и т-27 сто процентов проблем не вызовут с точки зрения поставить улучшение на жетонный компонент от тест 3 тут возникает вопрос сможем ли вот после первого теста там открывается уровень прокачки возможности прокачки левла ну тут придется макс скорость и нитро качать надеждой что нитро вот дадут вам прокачать до двух и мы уже после прохождения третьего теста вы сможете кинуть туда бесплатную улучшалку если не такой возможности даст советовал выключать интернет я не знаю насколько это легально это уже на ваш страх и риск там вроде дает возможность прокачать до жетонных поэтому решайте сами как вы поступите в данном случае мы получаем то есть после теста 2 выключить интернет прокачаться до двух и после этого включить этот но третий тест эта фишка я ее никогда не юзал не знаю работает или нет но помню удастся в видосах в один раз говорилось про это на ваш страх и риск заранее предупреждаю так мы используем 4 про улучшение прокачать можно это для неопытных игроков которые вот не уверены что пройдут с прокачкой 0505 конечно можно и не пройти тут есть один нюанс и к примеру вы хотите пройти забрать машинку прокачи 0504 очень неплохая прокачка 1610 11 ранг получается скорость 497 0503 как по мне получше будет меньше 1600 вот на целых 20 ранга и это очень хорошо то есть это в прокачка вот 0503 очень хороша но если вы рукастый игрок если вы можете выиграть у и если вы не можете выиграть у и данном случае дам один совет если вы слабый игрок и хотите не потерять улучшение то но одновременно хотите выиграть с метро 4 то качайте ускорение до того момента как вы возьмете 27 тест когда сядет узко улучшению у вас на четверку метро вы уже будете про к у вас быть уже прокачанная у сказать то есть это надо делать заранее чтобы улучшалку именно на жетонную потом заюзать я надеюсь мысль мою поняли данном случае вот так вот итак прокачали мы примеру 0505 мы средний ну кой слабенький игрок качаем 0505 используем все четыре улучшалки и уже получаем вот такой вот ранг 1634 или 35 и скорость у нас 501 это имба это нагибатор уже с такой скоростью она будет тащить так дальше идем у нас тут ветер поэтому если что двери бьет конкретно переходим дальше этого нам не хватает и мы не можем пройти что качать дальше качать дальше выхлоп тысячу шестьсот семьдесят два на машинку нужно вот смотрите на машинку нужно двадцать сорок восемь моторов в двенадцать пятьдесят шесть шури ков двадцать восемь продвинутых технологий то есть роботов и 27 карт каждой категории с класса то есть шин и трансмиссии по 27 штук но данном случае нам если мы с 5050 пройдем мы как бы делим но двое кроме деталек с класса понятно что 27 шин 27 трансмиссии остается и так получается 28 24 14 более-менее но это цена про прокачки вероятнее всего вот тут показаны левлы и сколько надо на каждый левел друзья мои вот смотрите ну в общем если вдруг решили качать выхлоп принципе выхлоп тоже хороший вариант в 1672 тут у нас скорость уже 505 километров в час возможно понадобится и немножко управления я не знаю вот это надо как говорится машинку уже на практике покатать и посмотреть насколько хватает не хватает управление может быть немножко надо будет накинуть но есть один нюанс вот мы сделали такую вот прокачку скорость 505 ну думаю с этой прокачки уже должны будете пройти то есть вам понадобится 36 моторов заранее рассчитывайте свои возможности чтобы потом не погореть есть еще один вариант мы прокачали 0505 мы делаем вот так вот вот тут давайте посмотрим 35 05 примеру у нас нету вообще улучшалок и у нас получается ранг 1500 659 ускорение уже быстрее это очень часто решается и и тоже неплохой пи скорость 501 тут возможно ускорение машинка будет даже иногда ввести вот этим вот машинкам 1670 старым поэтому некоторые вот вопросы есть конечного тут ускорение похуже немножечко но можно если есть еще парочку моторов там 5052 к примеру давайте вот посмотрим что выходит 1670 смотрите скорость 502 и 6 то есть уступает всего-то там 3 километра в час до ускорение уже в разы лучше и возможно вот такой вот вариант тоже сгодится можно еще один вариант вот так вот 5055 1696 это я уже обсуждаю еще и сетевые прокачки возможные сетевые прокачки которые можно будет заюзать и если управление не хватает посмотрим 3515 вот так вот ну 1707 вот такие вот некоторые варианты которые можно вот уже 505 километров в час неплохой вариант но лично как по мне лучше по 1680 почему потому что смотрите у него максимальный макс про ранг до 5555 вот делаем 1815 то есть мы должны будем постараться не попадаться именно в 100 рангов ниже то есть 120 извиняюсь 1695 ну желательно до 90 даже если макс про вулкан попадется эта машина все равно будет скоростью равна и сможет с ней утигаться а вот с макс про уже свои носородичем ополу вряд ли поэтому лучше 120 промежуток всегда держать то 1690 давайте придумаем какую-то прокачку до 1690 вот сделаем 2515 5055 посмотрим сколько 1690 великолепно получилось если не хватка управления вот и скорость у нас получается 505 и 8 километров в час то есть достаточно хорошая скорость будет нагибать практически все что есть в этом ранге мне очень нравится вот данная прокачка и тратится тут максимально меньше улучшалок то есть то что мы сможем взять из орда и и мы получаем хорошую машинку с хорошей прокачкой это если вы не опытный игрок и вы не сможете пройти там более низких рангов если вы опытный игрок то как я сказал можно улучшалку оставить на четверке вот так она будет висеть орда пройдете она останется и когда вам надо будет вы сможете ее поднять если вам не будет нехватка но если вы заранее задумались о прокачке ускорения то делайте это до двадцать седьмого теста чтобы потом улучшалку зря не терять вот так вот или не пришлось бы там качать нитро потом ускорение к сожалению вот такие вот варианты прокатчик мы машинку обсудили советую для последнего теста если у вас есть син к примеру 0 5 0 5 5 5 5 5 скорость 492 километра в час это совпадает приблизительно вот с такой вот прокачкой тренируйтесь пробуйте венеции соло заезде дуэль дуэль именно дуэль берите они 8 потому что обычно мы катаемся и и мы вроде как впереди стоим если не ошибаюсь не вспомнил и араша где вот машинка задом стоял и задом стоит там видосики и вспомнил это там мы впереди стоим то есть мы как бы в дуэль и катаем в дуэль и пробуйте выйти из 1 0 9 и тренируйтесь на араша пробуйте вот показать время ниже 1 0 9 это возможный вариант еще если есть машинки которые могут вам помочь к примеру опять же с прохождением похоже там я не знаю но не слишком быстро мускай 3 он как-то не подойдет потому что он слишком быстро ускоряется но если есть машинки там под скорость 490 тренируйтесь на них но не с особо суперской прокачанным ускорением на них венеции это вам поможет подготовиться к последнему и венеция последние и это не стопроцентно подтвержденная информация но я видел скриншот по крайней мере я думаю это правда не фейк и поэтому советую тренироваться заранее тренируйтесь 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 макларенш 175 лт тоже более-менее подойдет но там конечно вы не выйдете не опытные игроки но старайтесь тренироваться тоже подойдет вам вариант чтобы там попробовать венеции пройти то есть надо на некоторых машинка вот ближе к скорости 490 реальная скорость не фейковая друзья мои если вы не знаете реальная или скорость спросите в группе вконтакте в машинке реально или нет скорость 400 или посмотрите там реальные скорости в сайтах и так далее короче берем машинку тренируемся в венеции для последнего теста что потом не жаловались не говорили что не прошли потому что не получилось из я показал вам минимально возможное прохождение то есть я не знаю сколько моторов дает поэтому это еще закрытая информация для меня лично но и наверное я думаю моторов ну по крайней мере штук 10-12 дадут если вы там 20 штук имеете то вы вообще проблем не должны иметь по крайней мере вот такую прокачку вы сможете сделать и пройти 5055 2515 я думаю очень хорошая прокачки ускорение более-менее прокачено и управление есть то есть машинка должна потому что вроде она мне кажется помягче чем у вулкана управление поэтому если она не очень тугая то возможно вам будет легче пройти посмотрим это на практике но на данный момент вот экономьте в 12 никуда их не тратьте шурики экономьте потому что достаточно огромное количество шуриков идет 56 ну по крайней мере если 5050 то тут половина идет если 23 очень три четвертых по крайней мере надо экономить все что можно чтобы подготовить это самая главная машинка после аудио сие две машинки в этом году очень важны которые можно выиграть и стать и в сети спокойно наслаждаться игрой дальше вот эта машинка одна из них я не знаю ее выпустили потому что и так легко раздает потому что игре пришел конец rd все-таки или они поняли что на rd они больше зарабатывают чем чистыми продажами к меру того же вулкана я этого не могу сказать но по крайней мере друзья мои вы увидели схему прокачек видели возможные варианты прохождения я считаю что вот минимальное прохождение будет 0 5 0 5 0 5 0 почему-то мне кажется вот такой скорости должно вполне хватить для про игрока пройти но самому сам я не собирается в этой прокачке проходить потому что 0 5 0 4 для меня лично самый оптимальный вариант или 2 5 0 4 почему я сделаю такой вариант или 1504 чтобы ну по крайней мере на одной из платформ или на винде или на android я оставлю в сетевом прокачи и посмотрим как она себя проявить дальнейшем будем качать чтобы не терять улучшалки потому что если в дальнейшем захочу поднять я не хочу тратить жетоны на прокачку макс чисто ради этого то есть это данный фактор ну чтож я надеюсь теоретическая часть получилась машинка супер нагибатор уже начиная где-то с ранга 1575 я думаю она будет полностью нагибать минимум 1591 она уже должна вот там вот полностью раскрыться и до макс про ранга полностью все под себя подмяло то есть у нас получается две машинки аудио си в средних рангах и выше аполло надеюсь лофт очухается и добавит несколько машинок как синьей был или хусайра который будет конкурировать с ними вот так вот всем спасибо всем пока надеюсь видео вам поможет я впервые пилю такое теоретическое видео поэтому не сильно критикуйте пока пока друзья до новых встреч